ребята всем привет сегодня у нас на обзоре но такой виски виски лидер оригинал бленд скотч виски но такой крафт этот бленд скотланд свит а и смог типа сладкий дым можно так пояснить но этот за этот виски чего я его именно взял для обзора я думал брать его или не брать именно этот виски чего я взял потому что за него отзывы такие спорные одним нравится вот я как всегда хочу с вами разобрать эту тематику в смысле как сказать ту тематику что многие вводят заблуждение блогеры которые снимают от на алкогольные напитки одним не нравится критически другим нравится и в также в отзывах везде вот сколько описано за него одни хвалят другие не очень но так критически его сильно в комментариях не не хайли грубо говоря так сказать а некоторые блогеры я же говорю сильно и вот так под хайли шо я как-то попадались вне обзора я когда смотрел также youtube листаешь и бывает попадается смотришь и так я же говорю мне стало интересно с вами от разберем его действительно этот вискин такой неплохой или он плохой можно сказать или он сносный ну не критический плохой как говорят примут некоторые хотя некоторые хвалят так что вот я зашло хочу сказать этот виски торфяной че еще взял что здесь заявлен торф присутствие торфа ну и так говорили в комментариях шо торфяной но будем пробовать будем пробовать как всегда надо пробовать самому эти комментарии я уже понял что они многие не сходятся сколько мы уже попробовали с вами виски разного и действительно как отличается все комментарии что одни говорят плохое но оказывается вполне неплохое или сносное так можно сказать закусывать я его буду миндаль песочное печенье классное с арахисом вот я когда-то закусывал песочным печеньем вот я забыл сказать что кстати неплохо вот под виски идет такое качественное хорошее песочное печенье но опять на любителя шита и белый шоколад что мне понравилось я вот тоже пробовал с виски белый шоколад неплохо идет вот это так компонирует она именно с этим дымом с этим торфом ну вискарным хоть легкий он хоть сильный ну интересно белый шоколад получается но опять же первый налив сейчас сильно она не подышала как всегда мы пробуем когда открывается и наливается не ждется там минуты часы ну что ребята скажу на нос на нос даже ловятся где-то там джонни бокера вот эти дымные копченые что интересно хотя цена еще что я скажу за этот виски это я можно сказать забрал уже последнюю бутылку с платформой торговой разобрали уже не было в продаже его разобрали он по скидке был я заказывал думал че забирать че не забирать но в смысле шо как думаю закажу позже может быть возьму что-то другое лучше она уже пришло и заканчивался срок что забирать пора и я смотрю листаю короче смотрю написано что закончилось разобрали на платформе думаю надо все-таки забрать и с вами попробуем что он из себя представляет что меня заинтересовало что такой спрос не зряш на него до сладкие фрукты такой мед где-то вот эти оттенки вот этих виски не дешевого виски вот это что мы с вами брали джеймсом red label ну такая цена можно сказать как не дешевая средний диапазон не будем говорить что то дорогие понятно но мы как всегда не считаем тишу элитные бленды какие-то что идут уже тысячи стоят там на той десятки тысяч так что у нас ценовой диапазон просто многие говорят там в комментариях это дешевые вот я показываю бленды там типа джеймс джеймс он вот это и red label вот эти вот ношу мы вот снимали недавно на них ну они же принципе не дешевые уж сами понимаете ну сносно умеренная цена ну это ж не дешевые виски грубо говоря как лидер вот это виски но она тоже кстати не самое дешевое по скидке вполне приемлемая цена и вполне приемлемый аромат даже на густоту на цвет она ну как вполне нормальная виски мягкая что удивительно спиртозности не слышно слышно дым торф слышен и рис но весь вот этот первый нос первый нос что слышно нормальном виски в таком какое оно должно быть очень приятный на аромат пока на аромат все нормально будем пробовать на вкус дым торф все это присутствует но более сдержанном тоне чем когда ну будем приблизительно красный с красным равнять можно так сказать когда мы джонни walker пили red label если там ароматика была дыма от этого и вкуса она также контрастно его вкусе было вот не только в запахе не только на нос когда вы ощущали вот это виски вот кто пил его тут поймет ну как обзор у нас был тут более сдержанное такое сдержанное в половинку где-то ароматика до дымная красивая все мягенько интересно вот даже я же говорю от этой рис цветочность давайте не пока не будем закусывать надо прочувствовать побольше рецепторы чтоб адаптировались до вполне вполне неплохой за эту стоимость это можно сказать нормально виски ароматика дым торф легкий но понятно что говорит за red label он конечно намного контрастней намного я имею ввиду во вкусе в аромате может быть чуть чуть больше чем этот виски это виски вот я же говорю да ароматика такая выглаживается такая гладкая так как объяснить резкой контрастности вот такой дымности торфа каких-то вот этого такого нет такое сдержанное но что интересно спиртуозность невысокая когда вы пьете не такая обжигающая примут если замечалось в том виски вот даже red label там аромат хороший все такое насыщенное но и насыщенный был и спиртуозность когда вы пробуете такая она все короче на повышенных тонах такое там можно сказать но опять для такого ценового диапазона что потом в комментариях не говорили некоторые что-то попробуй там за три за четыре тысячи какое я и так понимаю какой он ну просто разная цена пока я говорю не могу позволить такое виски за четыре тысячи на обзор там или за 5 а мы сейчас с вами пробуем доступная доступного для широкого круга людей виски когда нужно как с компанией посидеть или какой-то праздник если я же варил людей финансов не переизбыток можно так сказать чтоб растрачивать на такие дорогущие спиртные напитки вот мы чего и такое виски на обзоры берем вот я беру и снимаю смотрим с вами да его надо просто раскрыть него надо пить так как как горячие же варю чай там или как горячий кофе такой маленькими глоточками рассмаковать имел нашу почувствовать вот это вкус но и скажут я понимаю что там чувствовать вкус здесь есть здесь все вкус можно почувствовать даже я же варю без коктейля кстати в коктейле мне кажется тоже классного будет смешивать мы еще попробуем смешаем да ароматы переплетаются я же говорю с вот этими виски по таких брендов известных джеймсом бренд лейбл где-то что то есть такая ароматика проскакивает но только цена на сколько разницах 07 объем кстати перевод сделано за границей завезено уже к нам и и опять же классической классический состав или классическая смесь можно так сказать что вода колер и спирты и спирты ну зерновые спирты зерновые вода помьякшина барвник цукровый колер ну все натуральный тип трехлетка по идее должно быть кажется я не помню смотрел но вполне внушую могу сказать бутылка красиво сделано бутылка такая не просто прямоугольная а еще и углы у нее здесь скошены не знаю как видео передает ну так вот я помернул смотрите чтобы вы поняли о чем я говорю такая интересная орел впереди нарисованный на стекле точнее отлитый в стекле ну интересная такая презентабельная можно сказать да дымок слышно дерево слышно ну да такое как сказать вот многие там говорят как смотреть на звезды и смаковать виски пить такое виски в принципе я же говорю кому как на любители можно смаковать что угодно пить сидит любое виски кому как понятно естественно там больше ароматика там меньше это виски где-то с недорогого диапазона где-то она пасе посредине может быть даже чуть больше средины можно по вкусовым если что-то в нем искать его не то что искать и вот вкус этот воспринимать вот пить пробовать воспринимать классические говорю солод слышно дерево слышно отлично торф слышно и рис сливочность ну что еще я не знаю в принципе за такую цену шуму с вами говорим уже не переходя в те виски там 12 лет и больше от 12 и больше до белым шоколадом интересно закусывать опять опять же шарно смягчает виски вот это спирт и ароматику переплетаются вот эти тона сливочности шоколада виски прикольно хотя я понимаю что классический это черный шоколад как можно чернее все такой чтоб процентов 99 как аутов ну второй налив тоже классно играет ароматом да аромат у него вполне приемлемый на вкусе аромат не так слышно как хотелось бы в запахе не так но все равно он присутствует и распробовать его можно просто надо его больше пробу как вот но раскрыть рецепторами чем дело просто те виски того диапазона они более так открываются больше когда вы пробуете а не только на нос вы воспринимаете аромат ну принципе вот смотрите у меня лежит закуска здесь такая интересная и шоколад и миндаль и печенье вкусное все и даже закусывать его не хочется хочется вот пробовать вискарный вкус вот этот виски так что сами судите как плохое она или хорошая плохое хочется всегда закусить сразу если был бы он спиртяга какая-то естественно но сразу вы сами вы понимаете просто я не понимаю это много хейта всегда мне такое вот как попадаются видео чувство что много блогеров просто хотят ну обгадить но сносный продукт просто взять обгадить занизить его к чему непонятно может как-то рейтинг поднимается я вот снимаю видео как есть я не хочу не не лучше делать не хуже унижать продукт я вот что чувствует то и говорю и хотел бы так же ответ на смотреть многие видео в ю тубе шок люди за что рассказывают именно кого каждого интересует не только на алкоголь обзора не любые чтоб как есть так и было а не хейт создавать какой-то там поднимать раскрутку просто чтоб правдиве все было и не честнее так она было бы лучше намного youtube и щуп я же говорю людям многим помог бы под более важных вещах какие-то есть обзоры и опять многие же правда не говорят как есть не знаю я вот как есть так и говорю будет у меня другой какой-то не то что канала обзоры другие буду вести также буду честно снимать говорить за любое за любую продукцию за любое все не вот понимаю что должно так больше быть как честнее больше правды а не хейт какой-то создавать там что-то зрителей навешивать лапшу лишь бы для раскрутки у так вот я так не считаю да неплохой ребята виски него надо просто не первый раз у так налить выпить не что-то сказать его надо прочувствовать с третьего хотя бы я же говорю о дафин керна или дегустационного такого но стекла сжатого чтоб ароматика выходила плотно в рецепторы нюховые плюс вы пьете не ну добавляет ароматику и вкус то там усилию те же говорю раскрывает это все вполне нормально за эту стоимость вполне опять мы уже рушим сколько вот этих обзорщиков которые мягко сказать обожают унижают нормальные напитки нет чтоб сказать что она сносная вполне нормальная кому как шок одним будет лучше другим чуть хуже но но неплохое критически дады торф все умеренно за эту стоимость это вполне честное виски честный виски на что от него хочешь что она тебе преподносит за эти деньги тут ничего не скажешь сейчас попробуем сделаем виски колу как она и ароматика будет слышно в коле потому что вы сами понимаете в каждом видео мы уже с вами об этом говорим что этот напиток за границей пошел оттуда шел нас развит везде так по всему миру виски кола там ром кола вот будем сравнивать как она звучит аромат в этом коктейле классическом можно уже так сказать возьмем такой у нас стаканчик кстати от джонни локера классно я говорю он такой большой такой увесистый широкий даже варю с него удобный такой даже вот там все что хоть воды хоть напитка на лете удобный классный сделано пожалуй сколько я видел вот это разные вот эти наборы подарочные более дорогие там виски были но такого вот именно дизайна дизайна так стакана можно так сказать шум ним а самый такой четкий он и простой и удобный давайте где-то мы уголить не будем вот так вот где-то четвертая часть можно сказать и до половинки разбавим но где-то один к одному а там уже каждый будет поправку делать на себя девушки на ее больше парня поменьше кому нравится пола виски кола разбалтуем не размешиваем как говорил джеймс бонд но это такая шутка вполне нормально вполне слышно вкус виски вполне вот такой ну все сдержанно нету никаких ароматов таких противных прочувствую чувствуется вкус виски да вот дымок легкий торф спирта не слышно почти вполне неплохое виски так что можете этот виски я же говорю брать смело и пробовать опять же за такую стоимость вполне приемлемо вполне вот вы видите мы попробовали считай что закуска все целое ну потому что я желаю его не хочется прям закусывать не такое но уж и из дешевых видов чтобы закусывать там большом количестве все всем что хотел сказать показать всем счастливо до следующего видео